Уже сегодня откроется и продолжится в субботу, как для культуры в Таллине, фестиваль кофе, где можно ознакомиться с новейшими трендами кофейного мира. Помимо местных экспертов и обжарочных, в фестивале примут участие кофейные мастера из различных стран. Ну а у нас в студии основатель кофе-пипл Аннар Аллас и представитель организаторов фестиваля Тейт Сарф. Ну а также к нам пожаловал Астон Томас. Этот молодой человек тоже многое понимает в кофе, как мы понимаем. Доброе утро всем! Доброе утро! Тейт, первый вопрос к вам. 88 участников будет в кофейном фестивале. Из каких стран они к нам приедут? Какой кофе привезут? Стран у нас около 10. То есть кофе из стран. Но прямо если страну называть, тогда мы очень рады, что участвуют как организаторы своих представлений посольства. Там у нас есть Турция, есть Индонезия, есть Бразилия первый раз на нашем фестивале. У нас есть молодые люди очень интересными продуктами, очень интересный кофе принесли из Латвии. И, конечно, эстонские фирмы, которые торгуют здесь на нашем рынке кофе из очень-очень разных стран. Я хочу сразу сказать, что, дорогие телезрители, нет только кофе. У нас в программе все горячие напитки. То есть чай, какао и другое, что предлагается в горячем виде. То есть если кто кофе не пьет, то же добро пожаловать. Обязательно надо прийти. Но я думаю, что надо всех отправить на сайт просто фестиваля кофе, где можно ознакомиться с подробной программой. Я думаю, что там действительно всякой разной активности хватит и для больших, и для маленьких. Точно, точно. Так, и сегодня первая половина дня это предназначено для специалистов. Специалистов в том плане для ресторанов, для кафе, кто, так сказать, оптом покупает. И после обеда уже фестиваль открыт сегодня всем. И завтра, конечно, это как праздничный или праздничный день. Уже я думаю, что люди могут найти себе интересное на фестивале. Анар, но вы связаны с кофе всю свою жизнь. Вы основали Coffee People, специальная фирма, которая специализируется на различных сортах кофе. Вы являетесь организатором международных фестивалей Бориста. Расскажите нам, какие сорта может обычный человек предпочитать? На что ориентироваться, когда он делает свой выбор в магазине? И можно ли вообще в магазине делать свой выбор? Это такой базовый вопрос. Да. Сорта, которые выращивают в больших количествах, это арабика и канафора. Мы лучше знаем это как Робуста. И если на этикетке написано «сорт кофе», то, естественно, советуется выбрать арабика. Робуста добавляется в основном просто, чтобы цену сбить. И она вкусу ничего такого хорошего не добавляет. И советую людям больше доверять себе, что на самом деле, если вы понюхаете запах кофе, тогда в магазине даже можно через вентиль немножко пропустить. Тогда понюхайте просто. Тогда на самом деле этот аромат, если он приятный, значит кофе хороший. Не важно, сколько он стоит, он может даже быть дешевый. И если аромат нехороший, горький такой, обженный, тогда этот кофе не будет вкусным в вашей чашке. Даже если этот кофе дорогой, и даже если вы используете самые дорогие новые модели кофейного аппарата, он не исправит это сырье, которое нехорошо пахнет. Долго ли всему этому надо учиться, насколько сложна наука? Вот вашему сыну сколько лет? Десять. Десять? И ты уже, наверное, про кофе знаешь гораздо больше, чем мы, взрослые дяди и тети, да? Не думаю. Не думаешь? Тебе часто приходится готовить кофе? Дома готовишь кофе с папой? Да, готовлю. И тебе какой вариант готовки кофе больше нравится? Кемикс. Кемикс. Расскажи, что это такое? Это ты завариваешь воду, и там есть такой чайникоподобный, куда надо поставить фильтр, и туда кофе, и туда надо заливать этот кипяток. А сам кофе пьешь? Да. Часто? Не очень. Анара, можно детям кофе пить? Ну, конечно, можно, все меру. Во Франции даже там с 7-8 лет немножко вино дает детям. Это зависит от культуры. У Томика есть своя такая рюмка, примерно такого размера. И когда мы завариваем кофе, иногда он просит себе налить эту рюмку. А что вы нам сегодня принесли, что вы заварили с утра? Вот вы спрашивали о сортах кофе, то это 100% араблика из Кении, но в том числе это особый сбор, называется по-русски... Жемчужное зерно, я так понимаю. Давайте, расскажите, пока вы будете рассказывать, я попытаюсь его выловить отсюда. По-английски это кибери, по-эстонски перлупа. Это такая мутация, которая примерно 15% имеется. Это зерно обычно состоится из двух половинок. В данном случае одно круглое зерно. И для этого, чтобы сделать такой особый сбор, это надо вручную очень большую работу проводить. Но вкусы в этом кофе очень сконцентрированные. Это миф, что если большое зерно, значит это очень хорошо. На самом деле вкусы больше сконцентрированы в зерно, которое немножко поменьше. И в данном случае в этой земчужине они самые больше сконцентрированные. Кению можно сравнить, как, например, Италия, Пьямонте, Бароло. Это как бы король кофе. А давайте попробуем. А пока я вот спрошу Тейта Сарва. Вот Эстония в данном случае выступает как организатор этого фестиваля, или мы тоже можем чем-то похвастаться в этом отношении? Насколько у нас кофейная страна? Да, конечно, потому что рекордсмены мира, это, конечно, наши соседи финны. Если я точно помню, 12 килограмм на душу за год. У нас потребление примерно 6 килограмм. Значит, европейская средняя где-то 5 килограмм. 5, ну, около. Значит, мы выше среднего. Но у нас, если сравнить с финнами, тогда у нас большой путь еще пойти. Ну, с Италией мы на одинаковом уровне. Да. И, конечно, поэтому цель нашего фестиваля есть и в том, чтобы люди знали, что им готовят, как это готовят, какими оборудованиями. Кстати, на выставке, то есть на фестивале очень много оборудования для дома, для ресторана. Там новейшие типы моделей. Кофе-барки. Да, кофе-барки. Анар, отличный кофе, надо сказать. Спасибо большое. Бодрость будет до вечера нас преследовать. А у меня Актито еще такой вопрос. У вас там достаточно необычная, есть услуга, что ли, не знаю даже, как определить. Турецкие специалисты будут гадать на кофейной куще. Точно, точно. Они уже в прошлом году это делали. Конечно, интересно было бы, знаете, у тех людей, которым предсказывали... Сбылись ли прогнозы. То, именно, я не попал туда, потому что большие очереди были в прошлом году. Может быть, в этом году я попаду, и тогда через код вам могу рассказать. Насколько правдивы эти были. Там очень много таких... Представитель организаторов кофейного фестиваля Титсарф был у нас в гостях, а также основатель кофе-пипл, международный судья чемпионатов Бориста Аннер Аллас и его сын Астон Томас. Спасибо. Спасибо вам большое.